о таком взгляде из школы, из практики внедрения, Альбина Юрьевна, если вы тут, передаю вам слово. Спасибо большое, Татьяна. Уважаемые коллеги, ну вот мы являлись одной из школ, которая была федеральной экспериментальной площадкой, то есть и наша задача была написать эту программу воспитания, и мы ее как бы вот писали, представляли экспертам лаборатории, я надеюсь у меня, что-то у меня сейчас, подождите, у вас презентация есть? Да, но не развернута пока. Все, отлично. Вот, спасибо. Значит, смотрите, мы были вот одной из тех школ, которые я перечисляла, и наша задача была в свое время написать программу для внешней экспертизы именно лаборатории, относящейся к институту стратегии развития образования, то есть мы участвовали в этом проекте, вот здесь вот 10 этапа абробации, мы участвовали в установочных семинарах, изучали примерную программу воспитания, написали этот примерный проект, но вот понимаете, да, примерный проект это дело у дел немногих, да, получается, написано небольшой группы лиц, как сделать так, чтобы эта программа стала переосмыслением для всего педагогического коллектива, и мы провели педагогический совет погружением, а затем внесли изменения в программу воспитания, весной прошлого года мы провели метод объединения классных руководителей, и вот уже с 1 сентября 2020 года мы работали по вот этой программе воспитания, но при этом мы еще одновременно, получается, вступили практически в программу по развитию личностного потенциала, который реализуется на территории нашего региона, и у нас, то есть с 1 сентября началась еще и реализация управленческого проекта. Как мы проводили наш педагогический совет? То есть мы сначала администрации проработали программу воспитания, определили те модули, которые мы вынесли на этот педагогический совет. Вы здесь видите не все модули, но я сразу скажу, что модуль классное руководство, это больше у нас, очень много прорабатывается на наших методических объединениях, наш научный руководитель, один из авторов программы про воспитание, примерной программы воспитания. Что касается школьного урока, и это вот такой достаточно сложный момент, вот как проходит воспитание на уроке, если мы с вами все помним триединую дидактическую, то самую воспитательную цель там урока мы писали формальнее всего, мы там воспитываем отношения любовь к знаниям, умение взаимодействовать, любовь к труду и так далее и тому подобное. А в чем именно вот это вот воспитательное потенциал урока? Мы этой теме посвятили большой педагогический совет в 2019 году, поэтому эти модули вот не были уже выбраны на педсовет, посвященный программе воспитания. То есть заместитель директора был модератором на станции, все группы педагогов шли по вертушке в нюнтере этой станции, все предложения обобщались и затем вносились в итоговую финальную программу воспитания, с которой мы работали вот с 1 сентября этого года. Посмотрите, какие были выбраны модули. То есть, ну понятно, цель и задача воспитания это не является модулем, это отдельный раздел, но модуль ключевые общешкольные дела мы переименовали в традиции гимназии для нас, это очень принципиально важно. И вот, кстати, школа, ваша школа в 56-м году построена, наше основное здание построено в 54-м, так что мы еще стареем, как школа. Дальше. Что касается еще традиций гимназии у нас, я понимаю, что, наверное, в этот мир бы все попали не случайно, и вот слушая в прошлый раз еще представителей школы будущего, я подумала, как созвучен их лозунг одной из пунктов, одному из пунктов в нашем кодексе чести гимназиста. У нас он звучит таким образом. Знай прошлое своей страны, будь ее настоящим, тогда обретешь будущее. И поэтому я говорю, что традиции для нас очень важны. Дальше самое ИСО управление, каким образом оно реализуется внутри школы, внутри класса, волонтерство. У нас есть целый волонтерский отряд работы с родителями, упоров ориентации. Вот это модули, которые мы выбрали на наш педагогический совет. И вот проходя по станциям, педагоги приносили свои, как бы вносили предложения, бывали разные моменты. Не секрет, давайте скажем честно, на какой-то этап жизни школы, школа отошла от воспитания. То есть очень многие считали, что воспитывать должны либо классные руководители, либо родители. И не все как бы вайги отдельные высказывания, но может быть это единичные высказывания, а как же воспитывает отдельный педагог на отдельном уроке. Или, например, самоуправление больше относится к вожатому или к деятельности замы по воспитанию или к классному руководителю. А как учитель-предметник может войти в самоуправление? И этот вопрос тоже обсуждался именно в школьное самоуправление, в ученическое. И вот я уже в прошлый раз отмечала, что, например, очень часто в конце учебного года наши педагоги говорят, как много дел в течение года, мы устали, давайте на следующий год от чего-то откажемся. Но вот педагогический совет выявил, оказывается, что традиции гимназии цены и важны, что их надо придерживаться, что их надо возрождать, что к ним надо постоянно возвращаться. И тот обновляющийся педагогический коллектив приобщать к этим ценностям и к этим традициям. Значит, что в процессе работы отмечалось, что есть ценного в опыте гимназии, что можно изменить и от чего отказаться. Ну вот я уже сказала, что практически мы решили ни от чего не отказываться, сказали, что нам все важно и ценно и нужно. И что о каких-то вещах имеет смысл говорить более открыто, но и как раз инструменты, которые заложены в программу по развитию вещественного потенциала, позволяют это делать. У нас сейчас появилась и открытая стена, и мы запустили группу ВКонтакте. То есть, ну, кроме того, что у нас работал сайт, и решили, что ни от чего не будем отказываться. Кроме того, мы являемся еще и школой ЮНЕСКО, и поэтому у нас было решено, что нам необходимо создать модуль, еще посвященный нашей деятельности, как школе ЮНЕСКО. И вот посмотрите те модули, которые лежали в основе программы 2020 года, то есть получается. Но вот сейчас у нас наступает новый период, и нам необходимо будет опять сменять свою программу, потому что год мы с ней прожили, мы год реализовывали события управленческого проекта, и есть еще теперь методические рекомендации, связанные с реализацией программы по развитию вещественного потенциала. Какие у нас были перемены? Мы решили отказаться от соревновательности между классами, подписали соглашение внутри классов. Каждый класс у нас выходит на коллективно-творческое дело. Для реализации и вот передачи опыта у нас внедряются методические понедельники, я хочу сказать, что у нас уже в практике школы мы кроме открытых уроков еще и даем открытые классные часы. То есть у нас это прям как бы лет последние 12 проводится, и мы еще и открытые занятия внеурочной деятельности проводим. Изменение плана деятельности классного руководителя, ну и, соответственно, создание новой программы воспитания. Теперь конкретно план деятельности классного руководителя. Внутри нашего плана есть цель, которая выработана на Большом педагогическом совете несколько лет назад, и она нас как бы на наш этап, вот пока нашего развития устраивает, и мы ее, в общем-то, не меняем. Мы только немножко ее подкорректировали несколько лет назад и оставили. Задачи мы каждый год пересматриваем, обсуждаем, какие задачи для нас являются актуальными. То есть мы делаем через, реализуем это через ранжирование, то есть и определяем рейтинг наших задач, и оставляем их. И в плане каждого классного руководителя, кроме того, есть еще задачи на параллель, когда они договариваются между собой, несколько классных руководителей, определяя свою задачу на параллель. И надо сказать, что у нас очень многие события внутри гимназии реализуются через зону ответственности параллели. То есть у нас, например, какая-то параллель отвечает за день школьника, какая-то параллель отвечает за вечер встречи выпускников и так далее и тому подобное. И, соответственно, каждый классный руководитель формирует одну, две, три, формулирует одну, две, три задачи в классе. Точно так же мы в прошлом году, обсудив на лицо объединения классных руководителей, решили, что логичнее, если наш календарный план воспитательной работы будет соотноситься каким-то образом с теми модулями, которые реализуются внутри программы. И вот наши модули традиции гимназии, коллективно-творческое дело класса, то есть, получается, пункты этого плана, дела класса, самоуправление, работы с родителями и другое. То есть классный руководитель может включать и профориентацию в другое. Но вот мы в этом году опять-таки обсуждали, и вот здесь у нас присутствует заместитель директора по воспитательной работе, и мы, скорее всего, вот у нас в июне метод объединения, мы, может быть, что-то опять поменяем внутри нашего календарного плана, потому что мы точно так же профориентацию решили ввести, по крайней мере, как отдельный пункт плана. Ну, как мне видится, вот, как можно работать вообще, как можно написать программу воспитания? Может быть, несколько вариантов. Мы берем за основу программу воспитания, которая предложена лабораторией Института стратегии развития образования, внедряем в нее события управленческого проекта, внедряем инструменты программы по развитию личностного потенциала. Второй вариант. Мы берем методические рекомендации, на самом деле они очень подробные, очень широкие, очень классные и подходят не только для педагогов, которые прошли обучение по педагогическому модулю, но, мне кажется, для всех педагогов, которые не проходили обучение в программе развития личностного потенциала. Плюс события управленческого проекта и особенности организации воспитательной деятельности в конкретной образовательной организации. Ну, и третий вариант – это некая интеграция программы воспитания, события управленческого проекта и методических рекомендаций. Ну, вот третий пункт, ну, как бы выбирать пункт, по которому следовать, наверное, может быть, есть еще какие-то варианты написания этой программы. Следовать – это выбирает каждая образовательная организация, точно так же, как определяет про различные ступени образования, скорее всего, у нас точно так же нужно будет отделять начальную школу от основной и от среднего общего образования, чтобы у нас это в основной образовательной программе было заложено. Поэтому у нас впереди тоже еще работа, мы на этом не останавливаемся, я надеюсь, что у нас все будет получаться. Ну, вот здесь вот есть обратная связь, можете задавать свои вопросы. Спасибо.